Продолжение следует... 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 Гамма, бета-гамма, бета-гамма, у меня заплетается язык, когда я пытаюсь сказать это сочетание. Несочетаемое какое-то сочетание, не вчутываемое. Кстати, вы знали, что если некоторые люди, это очки, это типа марка очков. Или как? Не знаю. Бета-гамма очки. Бета-гамма. Ой, я сейчас на греческом такое нашел, такое. Слова, которые начинаются с бета-гамма. Итак, мужик, хватит. I found. Я с прошлого стрима, я забыл отзеркалить все. У меня все не отзеркалено. Перезеркалить, пожалуйста, мне можно? Один раз хотя бы растянуть по... Есть слово зеркалить в русском языке? В языке ОБС. Так, заткнуться и скадридоточиться. Или может так оставим? Будем зеркально читать то, что у нас тут написано. Потому что оно что слева читать, что справа читать. А все одно непонятно. Это непонятно. А это как смайлик, но лучше. Вот, реально, реально, реально. Но мне интересно исследовать то, что я сейчас нашел в Википедии. Отразить по горизонтали. Ап. Себя я отзеркалил. Так. Один из нас отзеркалил. Второй пошел отзеркалиться. Ап. Хватаю. Хватаю обеими руками прямо за шкирку и зеркалю. А зазеркалив, я его растягиваю. Вот такие вот махинации делаются каждый раз. Блин, каждый ебаный раз. Выбор, подгонка или растяжка? Растяжка или подгонка? Выбираю растяжку. Оу. Обожаю растяжки. Вместо подгонок. Если вы стример, вы делаете растяжки. Подгонки это для людей, которые не стримеры. Итак, я нашел сведения греческого характера. Ел елюг. Был открыт мною. Это организация, которая выдает тебе сведения о других людях. Вместо того, чтобы брать сведения о тебе. Собирать их с некой целью. С целью продвижения рекламы. В рамках надзорного капитализма. Который давлеет сейчас над человечеством. Приложения отслеживают наши нужды. Наши желания. И мы об этом даже не знаем. Мы можем просто говорить с нашими друзьями обо всяком дерьме. И нам вдруг в интернете начнут его рекламировать. Что вы думали? Как это называется? Да, этому придумали название. Называется надзорный капитализм. И есть огромное количество статей. И статей. Которые написаны не на этом тарабарщичном языке. А даже на русском. На русском, блядь. Без употребления англицизмов и странных терминов. Я помню. Я помню. У них были какие-то прикольные картинки. По надзорному капитализму сейчас. Там типа двери открывающиеся из воздуха. Надзорный. Азорный. Капитализм. Я не знаю. Может быть такого понятия на самом деле не существует. Возможно автор статьи его выдумал. Чтобы красиво звучало. Капитализм. Блядь. Его не существует. Блядь. Я это выдумал. Я выдумщик. Я выдумщик. Можете? Азорный капитализм. Матерь боже. Шошана Зубов. Я не выдумщик. Я пересказчик. Так, минутку. Минутку перерываю сейчас. Секунду. Чичевар вечен. Я здесь. Я тут. Я снова здесь. И вот это вот. Вот это все. А где я это читал? Вы думаете я читал это на vc.ru? Нет. Я этого не читал на vc.ru. Потому что я не вешу на vc.ru. Я не делаю этого. Мне это не интересно. Я не весун. Мне нравился когда-то давно. Очень давно. Во времена динозавров. Когда летали еще всякие там мошки. И огромные ящерицы топтали тротуары. ДТФ из комитета. Еще читабельный был T-Journal. Т-Journal мне на самом деле очень сильно не хватает. Но я сейчас думаю. Я вот сейчас думаю. Т-Journal запретили. Ну понятно почему. На самом деле очень многое количество средств массовых информаций в один момент просто лопнуло, исчезло. Было запрещено. Вот. Но мне нравилось на T-Journal заходить. Потому что там были довольно нейтральные новости. Просто что происходит в мире. Я и на стриме несколько раз показывал. Там например были очень красочные картинки бедствий. Это может прозвучать немножко мизантропично. Или может быть просто по злому. Но черт возьми. Должен признаться. Там была новость о том, что поезд, который ехал... По сути это у нас метро. Надземное. Надземное метро. Вагончик. Целый состав поезда на надземном метро вылетел. Таким образом произошла авария. Он вот так вот свисал. И фотограф сделала охренительную картинку. Я не знаю почему он свисал. Может быть он сошел с рельса. Может быть и рельсы чем-то обрубил. Или что-то такое. Но это в своей разрушительности, в композиции этой фотографии выглядело просто превосходно. Как картинка из фоллаута какая-нибудь. Но при этом в современности. Я это точно, совершенно точно показывал на стриме. Но это было еще в 2020 нулевом году. В 2020. Тогда у меня было наверное 0 зрителей. На тот момент. Это был такой одинокий стрим. Так, но тем не менее. ДТ вы блять этого. Те журналы мне очень не хватает. Но если бы он остался жив. Я прекрасно понимаю чем те журнал полнился бы. Он полнился бы тем же, чем и любые другие средства массовой информации, где живет народ сейчас. Они все обсуждали бы это. То самое. Вот это вот то самое. А так вообще там были классные статьи про глобальные проблемы. Про то, что там в Камчатке осьминоги задыхаются. И крабы выпрыгивают из воды. И все такое. Походу тот сайт, на котором я читал про надзорный капитализм не индексируется гуглом. Потому что гугл не любит этот сайт. Если гугл не любит какой-то сайт, значит это супер базированный сайт. Поэтому я иду на DuckDuckGo. И там ищу. Вот здесь вот непредвзятая тема. Сразу же. Сразу же вторым идет insolorens.com. Это тот же самый сайт, который я ищу. То есть он все-таки популярен. Но гугл его не выдает. Его выдает только вот этот самый DuckDuckGo. Которым пользуются, как известно, люди, которые... Которые мне нравятся в сущности надзор. И надзорный капитализм в том числе. Вот они, двери, которые открываются из никуда. Мне... Я на телефоне смотрел. Это выглядело как-то более прикольно. Блин, классный сайт. Мне нравится, что здесь есть шкала прогресса. Пока ты читаешь, у тебя там елозит сверху. Брыз-брыз-бам-бим-бам-бам. Но проблема. Проблема есть с людьми, которые пишут статьи. Здесь любят водички налить. Ох, как они любят водички налить. Как будто бы им платят за символы. Но в любом случае они поднимают довольно клевые темы. И всем рекомендую. Сам добавляю в закладки. Иногда они могут быть немного претенциозными в своих обсуждениях. И так далее. Но это классно. Но это классно. Немного сайтов, на которых можно вот так посидеть. И получить, во-первых, эстетическое удовольствие. А во-вторых, что-нибудь интересное узнать. Второй сайт, наверное, который я могу порекомендовать. Это... Как же бы это вспомнить? Когда-то еще был сайт... Что-то там... Он сейчас больше не функционирует. Его закрыли нафиг. Но из этого разряда... Вроде как бы претенциозно. Но на самом деле по делу пишется. Была такая тема. Сейчас этот самый сдат умер. По какой-то причине. Не знаю почему. В 21-м мы изучали глобальные трансформации. Собирали. Но это про общество. Так. И третий... Третий сайт, который я хотел бы показать. Который является одним из моих любимых. Так. Тоже можно назвать претенциозным. Пиздец каким. Но... Моноклер... Моноклер. Это... Короче... Антипод Инсолеренс. Если в Инсолеренс очень любят взять какую-нибудь короткую статью. И растянуть ее на бесконечное количество символов. Налив воды до самого края. То здесь делается совершенно наоборот. Берется книга, допустим. Или огромный, титанический, глобальный труд. И скукоживается без потери самого важного. Без потери самых главных фактов. В довольно... Ты такую, знаешь... Удобоваримую статью. То есть ты... Акт памяти. Акт... Ну, допустим. Открываешь это. И чтение статьи занимает у тебя, я не знаю... Минуток 7, наверное. Вот это... Это еще считается длинная статья. Ты дочитываешь ее и понимаешь, что ты не потратил время зря. Ты даже в чем-то водушевился. Потому что здесь очень серьезный упор идет на что? На... Как бы так сказать... На психологичность, не знаю. На мотивацию того, кто это читает. Во-первых, мотивация. Во-вторых, осведомление. Во-вторых, освещение культурных феноменов. Вот. Ты заканчиваешь чтение статьи воодушевленным. Это, во-первых. Во-вторых, немного более эрудированным. И, в-третьих, тебе хочется еще по этой же теме. И, слава богу, к счастью, ты можешь получить еще. Потому что, как правило, если они о чем-то пишут, то они указывают свои источники. И ты можешь пойти в библиотеку, условно говоря. Или где вы берете свои книжки. И взять эти источники и почитать подробнее. Вот. Потому что многие статьи, которые здесь были, вот, если сравнить их с книжками, с которых это берется вот здесь вот. Жан-Люк Нанси, когда он описал наше бытие как единичное множественное. Этре... Этре сингулера... Сингулера... Плюрель. Жан-Люк Нанси, 1996. Вот, если ты прочитал заранее вот эту статью, либо книгу, а потом прочитал вот это вот, тебе покажется, что здесь очень мало сказано. Что здесь как бы это прямо обрезано. Как будто вот фильм по книге сняли. Да! По сути, это и происходит. Это сайт, где снимают фильмы по книгам. Вот. Поэтому тебе можно не париться. Ты можешь не читать, блядь, Томика Гарри Поттера, а посмотреть замечательное, хорошо поставленное и здорово написанное кино. Адаптированное, с адаптированным сценарием. Да, да. И еще раз просто предупрежу, не обращайте внимания на то, что это может быть претенциозно или что-то вроде того. Вот конкретно здесь все по делу. То, что я порекомендовал. Но я, кстати, даже и не собирался поднимать эту тему. Она совершенно случайно сама поднялась. Я хочу... Я хочу привести это слово. Как это переводится? Найти. Перевод. Вывести. Б-б-б-б-б-б-б. Бет-гама. А. В лазо. В лазо. В лазо. В лазо. Снимать одежду или обувь. Снимите ваши обувь перед просмотром кинофильма. Выключите телефоны. Уберите средства, с помощью которых вы снимаете происходящее до экрана. А также, пожалуйста, снимите обувь. Снимите обувь. Наденьте бахилы перед входом в кинотеатр. Бахилы и 3D-бахилы, ящики. Что угодно. И все остальное. Я аж прямо получил немного повреждений физических. Если, знаете что? Если я 4 раза пытался запустить трансляцию. Трансляцию. То, слава богу, анонс автоматический был всего один. Интересно, как ВКонтакте сейчас поживает? Потому что я думал, что проблема в том, что я ретранслирую. Но я не ретранслирую. Или ретранслирую. Я прекратил ретрансляцию. Вот что я сделал. И... И в итоге у нас тут существует... Блядь, оно все равно... Оно все еще здесь есть. Прикол. Ну, мое почтение. Сайт ВКонтакте. Я, кстати, оставил ссылку. Дрыганье ТВ. Слэш. Щепотка. Можете, да. Переходить по ссылке. Внедрять себя. А я не знаю. Я, кстати, этого не показываю. Да? Я этого не показываю. Никто не знает, а я не показываю этого. Я даже не знал об этом. Не показывание. Дрыганье ТВ. Щепотка. Вот, оказывается, все работает. А оно и репенивалось. Репенивалось, как скотина дранная. Вот это на начало стрима. Блин, я же на начало стрима вот этот видос хотел поставить. Типа, смотрите, допустим, стрим начинается. Далее. Происходят какие вещи? Я растягиваю это вот на все. На всю Ивановскую. После этого. Играет музыка какая-нибудь, да? И кто-нибудь ждет, пока я приду. Вот. Приветственная гифка. Хай-хай-хай. Ура. Йо-го-го. Уберите это автомобиль отсюда, пожалуйста. Нет, спасибо. Можно было бы это поставить на алерт к фолову, но я не знаю. Мне кажется, люди смущаются, когда они видят, что они зафоловились. И тут на всю стену, на весь стрим алерт. Егор Петрович или Бедро Егорович взял и зафоловился. А он случайно нажал эту кнопку, а тут опозор на весь стрим. Ты должен выглядеть. Как? Знаете, какое еще прикольное имя есть помимо Егора Бедрович? Гена Цидармян. Я только сегодня узнал. Не думаю, что это смешно. Что это за хуйня, блядь? Famous Last Words. Пиздец, блядь. Они сгенерировали рандомно, блядь, через этот... Через роботов. Это же флэш, который передвигается на тех самых нелепых тапочках, которые позволяют тебе идти со скоростью бега, который я показывал вчера. Ход со скоростью бега. Беговой ход. Ходовый бег. И... Одну настройку хочу сделать. Неудивительно, что очередной супергеройский мультик над DC проебался в производстве. Никто другого не ожидал. Там, кстати, есть одна довольно жесткая сцена, в которой Бэтмен, которого играет Майкл Киттон, берет, садится в Бэтвинг. И должен, обязан выглядеть. Садится в свой Бэтвинг. И тут стоит робот, злодей какой-то там, я не знаю, Десептикон. И он просто вырезается. И этим самым, этим самым мужик просто разруливает ситуацию. Вот и все. И флэш так смотрит. Ёб твою мать, какого хуя, че ты ебанин? Получается, вот это вот камео Майкла Киттона, который раньше был Бэтменом, когда еще Бэтменовостью занимался Тим Бёртон, он появляется в фильме для того, чтобы сыграть вот одну эту роль. Роль Камикадзе. Сесть в Бэткрыло и самолетом влететь в Мегатрона. И все взорвалось бы. Как-то нелепо. Есть определенное количество мемов на эту тему, но все они заключаются в переозвучке. И почему-то все они на испанском, мать его языке, или итальянском, или, может быть, это эсперанто. Черт его разберет, но... Кто сказал, что эсперанто не есть испанский? Би-би, испанский. Би-би-ми-ри-ми-ри-ми-ри-ми-ри-ми-ри-ми-ри. Хотите посмотреть, что происходит в Колорадо Спрингс сегодня? Ничего интересного, в Колорадо Спрингс не... Какая классная гифка. Ой, это нужно показать. Это нужно видеть. Секунду. Гифка тысячелетия. Пока что на текущий момент лучший гифк я не видел за сегодня. Кроме той, которая Hi-Hello. Это тот самый Фурии Бой Кисар, который любит целовать вас, если вы... Мне определенно нравится тренд. Я хочу себе коллекцию гифк и видосов, где в Фурии Бой Кисара Кидают кирпичами А кирпичивание Производят Можно еще Какого, кстати, по-настоящему Зовут этого чувака Я постоянно вижу гифки С этой хуйней, которая, типа, там Привет, док Привет, лакер Лакедими Блять, вспоминаю Лакедимон Или Лакедимонян Спартанец коренной Конча Кстати, у меня почему-то смайлики не отображаются Дефолтные твичовские По какой-то причине некоторые элементы Видосы вроде нормально идет Лакедимонов село в России Назвали в честь Спартанского государства Неудивительно ли это В чем проблема лакедимонян была Хочу сказать Они У них были какие-то терки Черт возьми Часто употребляли свинину, сыр Из козьего молока И эти животные активно спарты или лакодимон это одно и то же в лаконии стоп поэтому наверное язык на котором говорят в на котором говорили римляне был назван в честь лакедемония латиница лакония лейтин латинский латинский от слова лакония получается так тогда наверное было бы корректнее называть это лакинский язык давайте факт чекингом займемся у как я люблю факт чекинг латинский тушь не было же никакого государства которое называлось бы латинья не нет же правильно латинский язык почему так но вызывает дыся латинский язык на нарыва нет блять это область лации на самом деле небольшая бы слации расположена по нижнему течение тибра премия лации называлась латинским это тоже время били били вот теперь вы знаете лации лаки демоняне да они просто они не связаны с этим они не придумали никаких языков они просто ебашили копьями и щитами и были парнями мускулистыми настолько же воинственными и боевитыми насколько воинственным и боевитым является тот человек который сейчас написал конча с помощью смайлика а ну-ка если я зайду допустим в дверь бивич он у меня сегодня утром влагалки с детства я нихуя не мог он и вчера вечером влагалки с детства я не мог ничего посмотреть и превьюхи не загружались такое короче картинки я я вижу сейчас смотрю допустим свой стрим и что он пока буферизуется было бы очень обидно и вот угадайте теперь я был буферизовался сейчас или просто замер за буферился нет сейчас смотрю на стримы все вроде как бы нормально вроде как бы неплохо вроде как бы даже хорошо вроде как я наверное может быть даже и доволен можно и улыбнуть есть повод улыбнуться у кого-нибудь есть на был за сегодня повод улыбнуться хоть один хотя бы 12 может быть 4 15 поводов улыбнуться как минимум я могу насчитать повод улыбнуться 1 я проснулся в кровавом поту 2 этот кровавый пот помог мне скатиться с постели я встал как новенький потому что стоит только встать твой организм сам приходит в боеготовность смачно поспал охуел я спал часов 6 а потом пытался насильственно насильственный в битсе свою голову в подушку чтобы добить чтобы доспать еще два часа и я черт возьми сделал это и это было победой 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 надо сном это было триумфом было завоеванием подушки после этого что я сделал я встал я подышал и и пошел дождь на улице и я танцевал под этим дождем под музыку ветра наверное поэтому сейчас у меня такое ощущение будто у меня покраснело горло ну или они добавляют металлические опилки мне воду водопроводная вода с опилками опилки опила если бы опилки были деревянные древесные нибудь была бы полная херня была бы каша можно было бы есть эту воду ложкой такой ешь воду и запиваешь воду водой вода деревянная и вода металлическая металл и дерево металл и дерево и внутри тебя крафтится металлическая кирка или лопата ты становишься лопатным рыцарем мы рыцарем давайте план составлять нужно срочно ставить план на сегодняшний стрим на сегодняшний стрим у меня были идеи такие идеи такие были сейчас сглажу все сглазинг произвожу и так первая игра которую я хотел сегодня вот просто помедитировать просто вот по бить пальцами о палец блять я реально ударил пальцем о палец и кто и кто мне потом скажет что я нихуя не делаю блять ради того чтобы что-то получить я ударил как минимум пальцем о палец поэтому этот стрим не был тем когда ты просто сидишь и ничего не делаешь так вот есть игра void train она мне показалась симпатичной хотя отзывы в стиме у нее очень смешанные графика там довольно милый немножко напоминает антуражем какой-нибудь bioshock хотя его очень не люблю но все это мило 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 к сожалению это выживач он построен на основании механи крафт игры то есть у тебя есть плот который по небу плывет по рельсам это дрезина фактически которая перемещается по небу небесная дрезина и ты на этой дрезине там составляешь себе верстаки и так далее и иногда выходишь с нее на определенное на определенный радиус и ты веревкой привязан к дрезине и можешь в невесомости собирать какие-то объекты чтобы строить вот но это все очень лайтово сделано в какой-то момент ты на этим дрезине до какой-то станции доходишь и на станции начинаются какие-то приключения уже про приключения сказать ничего не могу потому что я только дошел до первой станции и я думаю там самые интересные будет вот это я и хотел запустить показать там такие там такие столбчатые отдельности не поверить как красиво они выглядят я покажу сначала как столбчатые отдельности выглядит в реальном мире а там есть инопланетные столбчатые отдельности вообще-таки образуется из в тех регионах где еще действуют вулканы по по сути это вулканический камень и магма при остывании образуется вот такие столбчатые отдельности их можно наблюдать в огромном количестве в исландии столбчатые от дальности смотреть какая красота я я показывал тоже кстати да но я не устаю смотреть на них на мой взгляд это очень классно на мой взгляд очень милый и особенно когда они абсолютно черные вот в исландии например они смешаны с вулканическим пеплом и черные как графит какой-нибудь или вроде того вот в ой трени они вот базальтовые скалы вот примерно так в исландии выглядят дела лава превращается в правильные многогранники вот это выглядит как фотографии из на майнкрафта если увеличить google можно мне увеличить просто фотографию блять нет 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 на что годен этот сервис скажите мне он и скажите вулканическое пипно пипно вот такие многогранники это как майнкрафт из многогранников многогранчатый майнкрафт вот бы такое нависало надо мной каждый день я бы хотел себе такие навесные потолки и столбчатых отдельности столбчатые потолки потолочные столбчатости в долбчатости вдолбливание чизнские потолки толки и сутолки это первое что хотел и возможно пройти одну миссию в хитмане тоже было бы прикольно и еще у меня в планах было может быть посмотреть кинцо плять кинцо в самом конце но можно сделать аукцион потому что мне есть один фильм который хотел бы в бросить вот но я не против посмотреть и что-то еще что попадет на колесо попал на колесо фильм про сердце и про про со в принципе давайте я сразу сразу заценю чтобы не было этого потом как бы в долгом ящике сразу посмотрим на столбчатые отдельности если не понравится то дроп ним я не думаю что это займет больше 15 минут сейчас найду ввв а вот трен так поехали небольшая видеоигровая секция я понимаю я понимаю что все в твиче ненавидят видеоигры это пиздец просто это худшее что может произойти но я не ради того чтобы играть это все открыла я ради того чтобы показать отдельность я ради эстетических соображений совершаю это действие захват окна захват игры пожалуйста я реально написал вот у у меня вот в бс есть такая графа захват игры пожалуйста и со звуком я прямо вербально попросил бс не ерепениться и просто дать мне делать свое дело выполнять свою ебаную работу охуярить свой ебаный бул щит пока она загружается там еще черный экран я могу сказать еще две определенные вещи сегодня я могу стримить без штрих-кода на лице и я считаю это достижением как я этого добился понятия не имею просто мой организм адаптируется наверное к ежедневному бритью вот если долго не бриться наверное твоя кожа слишком нежная становится если ты бреешься чаще твоя кожа более грубая и соответственно она легче терпит любой акт бритвенности бритья и бродобре бряда брейства и в акт бродобрейства и так и так вот вот смотрите блять сейчас нахуй это зацените кека и чепурек на сцене сука я же написал пожалуйста со звуком но звук ты я думаю есть и причем довольно жесткий но где игра ты ёб твою мать я пожалуйста волшебное слово сказал оба дура и вы рыбаны а он геншин и пакт захватывает а мне не в куличен голубин голубин гашня у меня не включена все понятно он думал я в гашне играю здесь она сохранилась продолжить ура и вот ты вещаешь треугольника получаешь кучу приключений в лицо с лопаты прямо и вот здесь можно видеть камни уникальные ли то не знаю литографические стахастические с генерированные каменные породы просто рай для любителя камней как называют любители камней наверно лита литоманы это unreal engine наверное да или unity ноги видно так вот первая станция до которой я дошел до этого все было очень интересно ты просто собирал себе ресурсы и вот я щас отстроил хуйню неважно абсолютно и так если кому-то надо чтобы я вебку вернул я ее верну пожалуйста тут за баллы все покупается непонятный пульт вот они хорошие мои вот просто посмотрите на эту красоте тень хоть фотографирую и ставь себе на лоб и вместо сетчатки глаз чтобы просто всегда видеть эти столбчатые черт возьми отдельности не знаю как они здесь оказались может быть действующие вулканы где-то неподалеку может быть просто гейм-дизайнеры решили что это было бы неплохо и вставили сюда не зная каким образом действительно возникает столбчатой отдельности но мне очень сильно нравится и в принципе откуда я узнал об этой игре из канала стоп гейм там есть рубрика с маленькими играми типа норм или рефанд вот и там чувак жаловался что это недостаточно хардкорный выживать потому что в какой-то момент тебе просто дают пушку на бесконечное количество патронов он он типа любил чтобы можно нужно было постоянно постоянно собирать дрова дрочить камни собирать молекулы воздуха тыр пыры растопыры и все остальное но мне не совсем такое нравится мне нравится если это все лайтово сделано и очень сейчас аккуратно чтобы это головой не задеть да эти лайтово сделано и без сильного напряга вот как здесь в чем заключается прикол станции пока не знаю пока не могу сказать ведра пинать можно уже плюс на станции все тормозит пиздец наверное потому что я захватываю и эту вы джи борт это не она к сожалению нельзя брать скомканные бумажные комки но можно пинать ведра опять же и что я без оружия здесь сюда просто войду такой ой ой и я такой наивный как будто бы здесь в этой станции никто не живет я просто обдеру я беру все что здесь есть слишком красиво играл выглядит я думаю да я так я думаю что тут